Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире «Разворот» в студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Евгений Копин. В гостях у нас, как мы обещали, министр финансов Янис Рейш. Здравствуйте. Добрый день. Я смотрю, в студии еще двое человек дополнительно сидят, не только звукорежиссеры. Конкретно в нашей передаче они участвовать не будут, но обязательно мы услышим их в перерыве на новость. Очень хорошо, что господин Рейш наблюдательный и видит всех, кто его окружает. Ну, а мы на всякий случай напомним телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Так господин Рейш сможет познакомиться также с нашими радиослушателями. Также призываем вас писать нам в видеочате на портале MX News.LV, все каналы связи работают, так что присоединяйтесь. Говорим сегодня о бюджете на будущий год, и начать хотелось бы с грустного. Естественно, насколько мы понимаем, на данный момент правительство и Сейм, политики, в общем и целом, занимаются чем-то вроде консолидации госбюджета. Правда, не все чиновники согласны с тем, что это на самом деле консолидация. То есть, с одной стороны, мы как бы пытаемся увеличить доходы и сократить расходы, с другой стороны, по факту ничего, в общем-то, не меняется. Вы бы не могли прояснить ситуацию, что все-таки происходит? Происходит то, что Латвия на протяжении последних трех-четырех лет находится в лидерстве по выросту. То есть, единственный дополнительный доход средств в бюджет, где может брать любое правительство, это если вырост экономики большой, выше нуля, то есть, все деньги, которые идут на вырост, можно тратить на программы правительственные. Латвия среди лидеров. В прошлом году, в этом году вторая четверть 2,7%, это первое-второе место в еврозоне и в евро по развитию. Но проблема в том, что, конечно, желания или необходимости гораздо больше, чем этот вырост. И как позитивное можно сказать, что в следующем году бюджет увеличится более чем на 100 миллионов в государственный бюджет, это распределяемые средства этим правительством, и более 90 миллионов в бюджет самоуправлений. Также, принимая бюджеты среднего порядка в 2014-2015 году, были проголосованы вещи, тоже около 100 миллионов евро дополнительно. То есть, это более чем 200 миллионов дополнительных новых средств в 2016 году, плюс более 90 миллионов самоуправлений. Так что, конечно, те страны, которые не могут вообще позволить себе программы новые финансировать, они завидуют Латвии. Но у нас проблема в том, что наши потребности гораздо выше, чем возможности. То есть, все-таки в следующем году мы позволим себе немножко больше, но не так сильно больше, как мы предполагали годом ранее? — Практически, да. И в основном это тоже программа, связанная с увеличением бюджета обороны, что у нас по программе было увеличить до 2%. — Это сколько примерно? — Дополнительно, около 60 миллионов на оборону. Ну, те средства, которые мы планировали, Министерство внутренних дел, 35 миллионов — это были планированные средства, и правительство одобрило полностью. — Это добавление, что поможет в среднем на 150 евро поднять зарплаты работающим в внутренних структурах и тоже улучшить социальные благи. — И эта программа будет продолжаться и в следующем году. То есть, правительство три года назад записало соглашение с работниками внутренних дел, и эта программа будет выполняться на протяжении следующих 3-4 лет, пока не наполнится полностью то, что обещали. — Вот сколько мы не говорили с предпринимателями в нашей студии по поводу бюджета обороны, все, в общем-то, конечно, за. Да, надо укреплять свою безопасность, это, разумеется, важно, но вопрос в том, куда пойдут эти деньги, и, насколько я понимаю, комментарии от местных предпринимателей, они не особенно на них рассчитывают. То есть, можно было бы, конечно, направить эти деньги на закупку чего-нибудь, что могло бы стимулировать местный бизнес, но этого, к сожалению, не происходит. Так на что все-таки пойдут вот эти 60 миллионов и почему? — Это лучше спрашивать у министра обороны детальное распределение, потому что мы с детальным распределением еще не ознакомились, но я знаю очень много предприятий, которые делают заказы для обороны, и даже не только в Латвии, но и для некоторых других стран-членов НАТО. Так что ситуация не совсем плохая. И когда наладился коридор Запада в Афганистан, то очень много продовольственного питания шло именно от Латвии. Так что здесь есть позитивно. И наше пожелание тоже для Министерства обороны, чтобы смотреть, чтобы деньги распределялись равномерно, и что если есть возможность заказы делать у нас, то они это должны делать. Конечно, через конкурс и так далее, но это пожелание есть. — А на данный момент они это делают? — Конечно, делают. — Есть возможность, скажем так, что на любые средства, связанные с обороной, связанные с внутренними делами, есть возможность конкурс не организовывать. То есть решением Кабинета министров делать закупки. Министерство обороны и Министерство внутренних дел организовывают все закупки по закону. То есть нет ни одного скрытого конкурса. — Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый день. — Добрый день. — Добрый день. — Ну вот, начал доктор Санин Рейер с того, что у нас вырос, и нам кто-то завидует. Вот закончились квоты в больницах в сентябре. Это признак выроста или чего? Ну я еще немножко, если можно, до вопроса скажу. Вот в приватной беседе есть такая информация. Президент Берзинч задал президенту Ильвицу вопрос, почему у них все показатели, в основном социально-экономические, выше, чем в Латвии. И президент Ильвиц ответил, что потому что не надо так воровать, как у вас, и надо быть большими патриотами. Это президент Ильвиц ответил. Это не слова каких-то там русофон, ну, значит, понятно кого, да? И у меня такой вопрос. Вот у нас по всем социально-экономическим показателям мы в хвосте рейтингов стран Евросоюза. Но по вот обороне, вы сейчас говорите, мы рвемся в лидеры. То есть никто не может студию от Балкома даже назвать эти 5-6 стран, у которых 2 и больше процентов от ВВП на оборону. То есть как это вот, значит, мы рвемся по обороне как можно больше, отставая во всем и везде. И вопрос у меня такой, господину министру. Вот не хотелось ли вам в самом деле по существу сделать что-то в самом деле для жителей Латвии, вот для этих бабушек, дедушек, которые сейчас в больницу уже не могут попасть бесплатно, чем вот думать о тех небольшом количестве людей, которые вот думают о своей карьере в Брюсселе, то есть вот увеличивая бюджет оборонный, да? Значит, что-то вот не на словах, а на деле для жителей, для людей Латвии. Вот господин Рейерс, вам лично. Спасибо. — Скажем так, что и по финансированию обороны мы далеко не в первых рядах. Мы ближе к низшим рядам. Не говоря уже о Эстонии, которая на протяжении всей независимости финансировала 2% от валового продукта на оборону, теперь они объявили, что они будут даже выше, чем 2%, то есть их потребности на оборону и хорошее, скажем, пространство для жилья больше, и они будут финансировать больше. Наши 1,4% — это ниже даже, ну, это, я говорю, где-то 5-6 стран НАТО, которые финансируют. У Литвы 1,5%. И мы выйдем на 2% к 2018 году. То есть мы должны были это финансирование производить всё время, но во время кризиса, благодаря именно тому, что наша армия сокращалась больше, может быть сказать, что кризис тоже помогла вынести. Но сейчас этот долг, конечно, надо обращать, возвращать. И мы это будем делать, потому что если у нас не будет свободного государства независимого, то нам не нужно будет ни больниц, ни школ, ни других вещей. И правительство, и парламент думает и будет голосовать за то, чтобы мы жили с теми средствами, которые у нас есть, с одной стороны, но жили в безопасном пространстве. И, конечно, можно посмеяться, сказать, что же там пару-сто миллионов, но это коллективная безопасность. И если наши партнёры, которые нам помогают охранять небо, примерно сейчас германские самолёты, первые полугодия итальянские самолёты охраняли наше небо, то мы, конечно, ни Латвия, ни Литва, ни Эстония отдельно воздушного флота себе не может позволить. И просто вопрос тогда у руководителей тех стран, которые тратят больше на оборону, те же самые 2%, которые по договорённости тратят страны НАТО, у них тогда вопрос, зачем нам помогать странам, которые не могут даже выполнить своё обещание и финансировать на должном уровне свой бюджет обороны. Но смотрите, ведь многие годы, на протяжении многих лет Латвия жила с таким бюджетом обороны, с которым жила. То есть не дотягивали мы никогда до 2%, нужных 2% от ВВП. И, в общем-то, никто на эту тему особенно не расстраивался. Почему именно сейчас нам нужно этим заняться? Почему именно сейчас нужно увеличивать бюджет обороны, учитывая, что, к примеру, как сказал наш радиослушатель, напомнил, вернее говоря, закончились квоты на бесплатное лечение в больницах? Может быть, мы сначала займёмся вопросами благосостояния и здравоохранения, а потом уже, когда наладим систему на таком чисто бытовом уровне, тогда уже перейдём к финансированию обороны. Почему так нельзя? Ну, тогда уже, наверное, может быть и поздно будет. Почему? Потому что, ну, конечно, очень жалко, что у вас не удалось на протяжении полтора года так прочувствовать геополитическую ситуацию, которая происходит сейчас в Европе, какие проблемы с безопасностью в Европе. Конечно, это удивляет, что вы это не прочувствовали. А восприятие субъективно? Объясните, как вы прочувствовали ситуацию? Я думаю, что каждый её прочувствовал по словам, и правильных вариантов наверняка нет. Вот лично вы как её понимаете? Я лично понимаю, что мы должны, учитывая всю ту информацию, которая приходит с наших, что мы видим нарушение границ самолётами, кораблями, что мы видим консолидацию войск возле границ Прибалтики. Я думаю, что первый вопрос и основной вопрос – это то, чтобы наши союзники нам помогали. И для этого нам нужно выполнять свои обязанности. И эти обязанности заключают финансирование бюджета обороны не менее 2%. Я это вижу в таком смысле. Если вы считаете, что у вас нет угроз, то наше мнение расходится. Есть ли основания полагать, что наши союзники не будут нас защищать, не защищали бы, если бы мы не вложили вот эти 60 миллионов в оборону? Нету оснований полагать, с одной стороны. Но с другой стороны, это было бы немножко нечестно. И я думаю, что нечестно и несправедливо. Давайте мы сейчас перервемся на новости о рекламе. Вернемся буквально через несколько минут. Не переключайтесь. На балкоме разворот. И снова добрый день. В эфире по-прежнему разворот. В студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Евгений Копеин. И в гостях у нас по-прежнему министр финансов Янис Рейрс. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Еще раз напомню. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале MixNews.web. Присоединяйтесь. У нас уже раскалывается телефонная линия. Надевайте наушники, давайте примем звонок. Добрый день. Попробуйте еще раз. У нас два звонка сразу сорвались. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите. Если продолжать разговор о том, почему ситуация с бюджетом у нас не настолько радостная, насколько нам хотелось бы, насколько я понимаю, вторым фактором является все-таки некоторое экономическое торможение по сравнению с тем, что предполагалось. Это торможение как раз-таки связано с так называемой войной санкций между Россией и Западом. Вот насколько серьезно влияние этой санкционной войны, на ваш взгляд, и можно ли было ее избежать? Конечно, можно было избежать, если бы не было ситуации в Украине. И санкционная война дала импульс проблемам, может быть, в экономике. Но, как мы наблюдаем макроэкономически, то бизнес отреагировал моментально, и вырост экспорта был одним из больших движителей выроста ВВП во втором квартале. То есть бизнес быстро нашел замену. Конечно, если мы говорим по каждому предприятию отдельно, которые есть под 100 предприятий, которым был значительный экспорт в Россию, конечно, у них есть проблемы. Но парламент моментально отреагировал, когда начались санкции, и мы приняли закон о возможности каникул налоговых. И здесь это тоже один из вариантов, почему у нас не выполняется, может быть, план бюджета, потому что одна часть – это налоговые каникулы. И другое, что, я думаю, больше повлияло на экспорт – это девальвация рубля. И, конечно, самые большие проблемы с экспортом начались в ноябре-декабре в прошлом году, когда рубль обвалился, и практически потом немножко отошел обратно, и сейчас нестабильность рубля сохраняется. Но, как я говорю уже макроэкономически, предприятия нашли другие рынки сбыта, и вырост экспорта был больше даже, чем средний вырост валового продукта. Но, тем не менее, налоги мы не добираем. Налоги, конечно, мы не добираем, и это плохо для бюджета, но для каждого отдельного человека, я думаю, что это хорошая новость. Почему? Потому что налоги мы не добираем в основном по энергоресурсам. То есть бензин на 30% упал, а это как раз налог добавочной стоимости, который мы не добираем. Это отопление дешевле было в этом году, и мы не добираем опять налог на добавочную стоимость. Так что то, что не добираем налоги, не всегда, может быть, каждый человек чувствует это негативно. Для бюджета, для Министерства финансов это, конечно, проблема, но для каждого… Так ведь, судя по… извините, что я прибавляю, но судя по комментариям о службе госдоходов, получается, что налоги мы не добираем как раз-таки из-за экономической ситуации, а не из-за того, что подешевело отопление? Ну, вы мне спрашиваете мое мнение, я вам рассказываю то, что есть наши данные Министерства финансов. То есть снижение, это даже очень логично, что снижение, если падает цена на нефть на 30%, то налог на добавочную стоимость будет снижаться. То есть мы не будем добирать, потому что налог на добавочную стоимость идет от цены. И если она падает, то падает. Если мы не добираем в электроэнергии или в теплоэнергии, потому что теплая зима, десятки миллионов евро, то людям не надо платить, это для них хорошо, но мы не добираем. То есть это как раз НДС и не все, что связано с экономической ситуацией, потому что экономическую ситуацию уменьшение мы уже планировали, потому что прогнозы без геополитической ситуации, без войны на Украине, когда мы прогнозировали 2015-2016 год, это было более 5% выроста. И в 2015 году, когда в 2014 году мы принимали бюджет, мы уже скорректировали на 2,8%. К сожалению, из-за президентуры у нас не было возможности скорректировать на 2,1%. Мы это сделали в январе-феврале. И на следующий год в этом бюджете мы заложили вырост в 3%. По предыдущим прогнозам до украинских событий это было более 5%. Когда у нас, скажем, было бы 5%, не было бы проблем. То есть, насколько я понимаю, вы не согласны с теми комментаторами, экспертами и предпринимателями, в том числе, которые говорят, что как-то странно так получилось, что не предвидело Министерство финансов, что не доберем мы налоги, потому как сложная геополитическая ситуация, сложная экономическая ситуация в регионе. То есть вы все предвидели? Я удивляюсь, я не слышал таких комментариев, потому что в январе мы скорректировали специфика такова, что учитывается по бюджету принятому, где вырост был 2,8%. В январе и феврале мы скорректировали на 2,1%. Но учитывается доходы по принятому бюджету 2,8%. Фактическое исполнение где-то 2,4%. То есть оно идет выше прогнозированного, корректированного, но ниже прогнозированного. Так что Министерство финансов, это не только Министерство финансов делает, это Министерство экономики делает, это Банклаты делает, и работу свою сделали отлично и хорошо. Эти прогнозы также похожи на прогнозы Европейской комиссии, которая тоже делает прогнозы, и агентуры, рейтинговые агентства, которые дают рейтинги, примерно у всех одинаковые прогнозы. Здесь проблема еще одна общая, это инфляция, и это проблема всей Европы, это не только проблема Латвии, потому что инфляция была запланирована более 1%, она будет менее 1%, а инфляция дает тоже увеличение бюджетных поступлений. И это, ну сказать, что Министерство финансов Латвии виновно в неправильном расчете во всей Европе инфляции, то было бы немножко переоценивать наши возможности и способности. По поводу девальвации рубля, который вы тоже упомянули в качестве негативных факторов, скажите, как финансист, вам кажется, почему рубль ведет себя так, как он себя ведет? Это проблема только в ценах на нефть, или это проблема в структуре российской экономики, или это проблема в войне с санкцией? Все-таки что там является основной причиной? И когда, собственно, это закончится? Я думаю, что мы должны услышать это от специалистов самой России, потому что в России сколько специалистов, столько и мнений. Вот поэтому хотелось бы ваше услышать. Чтобы, скажем, сделать мнение, нужно иметь первичные документы. Я полагаюсь только на то, что я слышу от бывших министров финансов, от бывших премьеров. И какие выводы вы можете сделать? Основное – это нефть и экономические санкции. Выводов прогнозировать я не могу это дело. Мы видим замороженные конфликты в Грузии, мы видим на Горной Карабах замороженный конфликт, мы видим Молдову и Приднестровье, прогнозировать продолжение этого – это, конечно, гиблое дело. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый день. Алло. Добрый день. Добрый день. Скажите, у меня вот вопрос такой к министру. Вот господин министр сказал, что главная идея Латвии – это независимость. И если мы потеряем ее, то не будет ни школ, ни больниц. Во время Латвийской СССР и больницы, и школы развивались и строились. Значит, Латвия была независима? А сейчас в Латвии закрываются и массовые школы, и больницы. Значит, сейчас мы с каждым днем теряем независимость? Пожалуйста, ответите. Спасибо. Я не сказал, что это признак независимости. Я сказал, что тогда не нужно будет ни школ, ни чего основного. Ну, я не знаю, это уже 20 лет эта дискуссия. Советский Союз, не Советский Союз. Просто я думаю, что у каждого жителя Латвии в семье есть люди, которые были репрессированы, которые знают, что живется в Сибири, которые единственные страны, где могли посетить – это соц. страны. И тут вопрос о том, что нужна нам независимость или не нужна, или обменяем сейчас деньги вооружений на, скажем, медицину и усиление российского влияния здесь. Ну, тут, конечно, тоже, я думаю, эта дискуссия уже прошла, и думаю, что не нужно ее возобновлять. По поводу российского влияния очень часто приходится слышать от политиков, что избежать этого влияния или хотя бы минимизировать это влияние можно было бы, если бы как-то бороться с так называемой российской пропагандой. Один из способов борьбы с так называемой российской пропагандой – это создавать свой местный информационный контент на русском языке. К примеру, вот Треть канал на русском языке. Но, насколько я понимаю, вы против такого вложения денег, против такого вида инвестиций. Вот объясните, почему? Это разве одно другому не противоречит? Во-первых, мы живем в демократическом сообществе, и против пропаганды бороться контрпропагандой, я думаю, это непродуктивно. А Третий канал был бы контрпропагандой? Ну, тогда необходимость на 2 миллиона людей, очень много каналов, она практически экономически не обоснована. И получается, что Третий канал – это контрпропаганда? Я думаю, что тот состав медиев, латвийских медиев, и на латышском языке, и на русском языке, вполне достаточно, чтобы объективно излагать информацию. Давайте примем еще звонок. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Еще раз. Хочется поправить, господина министра. Нарушений границы ни самолетами, ни кораблями нет вообще как таковых. То есть вы все-таки министр, но одно дело, там летают они близко, да? Но это их право на своей территории. Но речь не об этом. Я опять, бюджет, оборона, здравоохранение. Мы про Эстонию тут сравнивали. У них 2% на оборону, но 6% на здравоохранение. В Литве тоже 6% на здравоохранение. А про оборону они пока только планируют. У нас менее трех, по вашим вот сейчас проектам бюджета, менее трех процентов будет. То есть разница, да, ощутимо. И если вы говорите о безопасности, ну, в равной степени мы, наверное, ну, ожидаем нападения России, то есть Литва, Латвия, Эстония. А показатели, ну, небо и земля, диаметрально там не стыкуются. Спасибо. Как можете прокомментировать? Ну, случаи нарушения водных территорий Литвы были зафиксированы. Так что я не думаю, что это просто выдумка какая-то. Я думаю, что этот нюанс мы все можем прояснить в интернете. Информация все-таки публично доступна. А по поводу второй части вопроса. Почему такие разные показатели у Латвии и Эстонии, или у Латвии и Литвы? Мы вроде как бы начинали все примерно с одинаковых позиций. А тут получается, что Эстонии на оборону хватает, и на здравоохранение хватает, а у нас не хватает ни на то, ни на другое. Ну, конечно, я одно время очень тесно был связан с Литвой. Хочу сказать так, что в Литве очень многие говорят, что вот Латвия и Эстония, эти хорошие государства, вот в Литве немножко не везет совсем, мы плетемся в хвосте. Ну, в Эстонии, конечно, таких разговоров нет. Я думаю, часть этих разговоров просто всегда хорошо, где нас нет, такая поговорка есть. И я думаю, что проблемы и у Латвии, и у Литвы, и у Эстонии все-таки одинаковые проблемы. Одно преимущество — это то, что Эстония, основная миграция рабочей силы в Эстонии, которая есть во всех странах после развала Советского Союза и развала социалистических стран, и мы здесь не лидеры в эмиграции или нахождении работы за рубежом, то если Эстония, Латвия, Литва, Польша, в основном рабочая сила оседает довольно далеко, это Англия и Ирландия, то в Эстонии люди работают в Финляндии, и в основном они на субботу-воскресенье возвращаются домой. То есть они хорошо пополняют бюджет и бизнес Эстонии. Я думаю, это ответ, почему можно финансировать и у них больше денег и доходов. Конечно, у них нет такого вида предприятий, как микропредприятия, которого нет вообще ни в одной стране мира по таким низким налогам, что бюджет Латвии теряет примерно от 200 до 250 миллионов евро в год на такой режим микропредприятий. Мы знаем, что такие налоговые льготы есть во многих офшорных странах, но там запрещено этим предприятиям работать в той стране, в которой они регистрированы, потому что чтобы не портить конкуренцию и не мешать тем предприятиям, которые полностью работают с налоговым бременем полным. Это причина, почему у нас, скажем, не добирает, ну и общий, скажем, уровень теневой экономики, который довольно-таки большой, более 20%. И мы, конечно, ну, очень хорошо, конечно, спрашивать, чтобы школа была через дорогу, чтобы пенсии платили родителям. Ну, а когда у самого спрашиваешь, сколько же налогов платить, ну, тогда зачем платить государству налоги, да? А практически школа, пенсии, образование, полиция, оборона – это все от налогов. Это не от нефти, это не от золотых запасов или еще от чего-то. Это единственный доход в нашей стране – это налоги. Плюс инвестиции из европейских фондов. Когда будет на таком же уровне уплата налогов, примерно, как в Эстонии, я думаю, что это у нас 4% не хватает. Это где… 4% чего не хватает? Примерно, если мы собираем 28% от ВВП, то Эстония 32% собирает. То есть налоги составляют определенную… Это 4%, это, понимаете, это где-то 1 миллиард лишних денег у нас. Нам для полного счастья не хватает от полмиллиарда в год до 700 миллионов. Это запросы министерства на все отрасли, то есть на зарплаты, добавление учителя. У нас разница в сборе налогов примерно миллиард. То есть если бы мы платили налоги, как и в Эстонии, то нам бы хватило и на больницы, и на школы, и на все остальные прочие радости жизни. Однозначно, однозначно. А еще одна тема, которую вы затронули, микропредприятия, что все-таки с ними происходит? Означает ли та палец, которая сейчас ведется, что микропредприятия скоро не будет, или все-таки они будут как-то видоизменяться? Потому что, насколько я понимаю, медицин все-таки хочет раньше или позже как-то упразднить эту практику? Тогда нам нужно вернуться к истокам. Микропредприятия родились для того, чтобы дать возможность людям попробовать в бизнесе. Есть возможность, есть хватка или нет хватки. И чтобы люди вышли из теневой экономики или безработной, которые во время кризиса были, начали свой бизнес. Но первичные данные показали, что только примерно 12% людей организовывали микропредприятия, людей, которых не было более трех месяцев уплата соц. налога. То есть или безработные, или нигде не участвующие. То есть это вновь прибывшие на рынок труда? Вновь прибывшие на рынок. В основном вся масса моментально перестают платить налоги по социальному страхованию как работодатель и переходят на микропредприятия. То есть массового пришествия с теневой экономики не произошло, а произошло массовое ушествие с нормального бизнеса на микропредприятия. То есть началось агрессивное планирование налогов, как это называется в Европе. И это не приветствуется. И, к примеру, скажем, в основном эту тревогу забило уже Министерство благосостояния три года назад. И три пункта основных — это люди не участвуют в платеже пенсии родителям, прародителям, то есть потому что пенсии платим мы, кто сейчас работает, тем, кто заработал в прошлом. Люди, которые работают в микропредприятиях, налог настолько мизерный, что они не платят этих пенсий. Во-вторых, они не накапливают свои пенсии, то есть достигая возраста пенсионного, они будут по налогу 9%, накопление на пенсии будет 1,5 от того, что государство сказало, что минимальная пенсия. То есть все люди, которые платят сейчас налоги нормально, будут скидываться на пенсии предпринимателям, тем, которые в микропредприятиях. И третье — это социальная защита сегодня. То есть эти люди, которые в микропредприятиях, очень многие знают, первые радости, когда перешли на предприятие, то есть вот у нас денег больше получилось, зачем платить налоги, а второе — это когда человек заболел или получил травму, или нужно идти пособие по детям получать. А, к сожалению, время передачи подошло к концу уже буквально несколько секунд. Я уже как раз заканчиваю. Что вы хотите сделать с этим микропредприятием? Мы хотим хотя бы в минимальных условиях, чтобы социальный налог платить, то есть в минимальном установленном порядке — это один. И второе, что есть профессии, которые не могут быть в микропредприятии. Потому что в начале, когда создавалось это, было, что предприятие на клиента работает. Не может быть, чтобы предприятие давало консультации предприятия. Это совсем другой уровень бизнеса. И мы... Да, и таких отраслей насчитывается 37 штук. Ну что ж, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас был министр финансов Янис Рейр. Спасибо, что пришли. Спасибо. В студии работала Оксана Антоненко, звукорежиссер Евгений Копеин. Всего доброго и до свидания. До свидания. Продолжение следует...